...сегда показывал. К выборам не допускали! Да, было, это... Приходило же тогда менять название, если я помню. Да, назвать по другим названиям шли. Ночью съезды проводили. Прошу вас. И измучили партию. Еще здесь мне через 20 лет начинают говорить. Вам совершенно обаятельные, красивые женщины. Депутат Государственной Думы, фракция ЛДПР из Оренбургской области, Афанасьева Елена. Господин Надежда. Вы, на мой взгляд, провокатор. Вот так вот, как вы ведете сегодня себя на этом ринге, вы ведете себя последние 20 лет. И ваша команда ведет себя абсолютно так же. Вы всегда лжете. Вот даже сейчас на программе, когда вы задаете риторический вроде бы вопрос, почему наши дети оказываются в Америке, я вам отвечаю почему. Потому что вашими силами, силами демократов, прошла поправка в семейный кодекс о том, что на территории Российской Федерации имеют право работать агентства по усыновлению, которые взимают плату с усыновителей и платят нашим чиновникам. Вот вам коррупция. Это ваша поправка. Это не поправка ЛДПР и не поправка Единой России или бывшей ТОНД. Это ваша поправка. Поправка демократов. Второй момент, где вы лжете опять же сегодня на наших глазах, говоря о том, что Жириновский голосовал за поправки в Конституцию. Не голосовал. И свои поправки к тому же вынес. И хочу сказать, что я буду рада, если учитель, который будет преподавать в будущем поправки о Конституции, рассказывать своим ученикам, скажет в том числе о том, что Жириновский вносил поправки, которые говорили о том, что нужно количество депутатов уменьшить в Государственной Думе. До 300 человек. Вот экономия. Пожалуйста. На мой взгляд, господин Надеждин, вы злитесь. Злитесь на то, что вы не прошли в Думу, на то, что вас оторвали от кормушки вместе с Чубайсом, из которого в последнее время, в общем-то, все демократические... Не трогайте, Чубайс у него в бананной технологии. Новую кормушку дали, да? Посмотреть на ваше окружение, на окружение, по ним уже давно тюрьма плачет. Потому что такие государственные преступления были совершены вашими соратниками, настоящими или бывшими. Но это ваше, в общем-то, на вашей совести остается, что уже пора в Уголовный кодекс носить поправки, а мы про Конституцию говорим. А кодекс и поправки должны быть какая? Был ли членом СПС и седа три года тюрьмы? Нет. Посмотрите, какой государственный ущерб был нанесен. И вопрос, не желает ли господин Надеждин прям тут застрелиться? Может быть. Да, то есть вопрос господина Надеждина какой? А господину Надеждину... Как вы жить-то можете? За что вы так на всю родину не любите? Я вообще считаю, что Конституция лично для вас и для вашей компании это не основной закон, а та лазейка, которой вы прикрываетесь, когда говорите о правах человека и о свободах. Свобода для вас это вот унижение нас, общее унижение, что меня как депутата, что народа своего. Унижение государства, вечное обкрадывание государственной казны. Вообще совет такой, знаете, вот ваша фамилия, она хорошая фамилия, но Надежды нет. Наверное, нужно ее сменить на безнадеждин и не обманывать русский народ. О, как! О, как! А, ну, попробуйте на кто-нибудь ответить. А вопрос такого плана, господин Надежды. Вы же нормальный человек. Как у вас земля-то, но... Вы должны понимать, вы должны понимать, что победившие всегда живут лучше побежденных. А вы нас толкаете постоянно в пропасть, чтобы мы были теми самыми побежденными. Я понял, конечно. Значит, я попробую. Золотое правило существует. Мы же все понимаем, что никогда, никогда другая страна, те, о которых вы ставите нам в пример, не будет бороться за то, чтобы наши граждане России жила лучше и сытнее. Понял. Вот, понимал, понимал, вопрос не понял совсем. Борис Борисович, прошу вас. Елена Владимировна, дорогая, вы ведь учитель истории, я правильно понимаю, по образованию? Изучили. То есть, историю должны знать хорошо. Хорошо знать. Вы знаете, вы столько всего сказали, что я прошу специальную передачу сделать к барьеру, мои ответы на вопросы Елены Владимировны. Там будет много. Я попробую. Я боюсь, что Елена Владимировна выиграет с диким преимуществом. Значит, первое. Елена Владимировна, как историку. Я был депутатом Госдумы с 99-го по 2003-й год и только. ЛДПР все 15 лет. Семейный кодекс, с которым вы говорили. Я могу ошибиться, но это точно не наш созыв. Это 95-й или 97-й. Дальше. Мы о поправке говорим. Вы сказали замечательную фразу. Победители всегда живут хуже побежденных. Лучше. Лучше, да? А, лучше. Ну, естественно. Победители всегда живут лучше побежденных. Вот я и пытаюсь всю передачу сказать, что существующая власть действительно живет лучше побежденного народа. Бред. Бред. Вы говорите бред. И опять провоцируете и раскалываете население своими высказываниями. И не более того. Так вы, получается, за то, что надо внести поправку один год. Борис Борисович, вы что хотите ответить? Срок полномочия. Ну, я могу отвечать долго про свою фамилию. Мои предки всегда жили в России. Она отличная фамилия. Всегда. Очень хорошая. Вот. У меня прапрадедушка. Вы ничего не сделали, чтобы она была. Прапрадедушка. Прапрадедушка мой. Был большим деятелем. Родной брат Михаила Михайловича Спиранского. Понимаете? Они сейчас, наверное, смотрят на меня и думают, как ты вообще попал на эту передачу? Правильно. Что вам здесь делать? Объявляется перерыв. Но вы можете сказать людям, кроме того, как солгать в очередной раз. Представляете, если...